Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы закончим разговор о книге пророка Езекииля, обратившись к 48 главе. В 48 главе, собственно, сообщаются некоторые пророческие видения, наверное, так нужно сказать, представления о будущем народа Божьего. И здесь задолго, за полвека до возвращения из плена, здесь уже говорится о некотором будущем царствия Израиля, но, впрочем, не царствия, потому что властвует князь, а не царь, но, тем не менее, вот будущая жизнь Израиля. И Езекииль подробно описывает, какому из колен какой удел должен отойти. Тоже немного перпендикулярно предыдущим главам, потому что в предыдущих главах-то речь шла о том, что дайте ему удел по жребию, кроме колена Левина. Здесь же с определенностью сказано, какие части земли, где, ну, более или менее понятно даже современному читателю, где должны быть даны тем или иным коленам Израилю. А подле границы Иуды священный участок, посреди него святилище. Этот священный участок должен принадлежать священникам. Это святыня святынь. А что остается против священного участка? Вот там произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Значит, со своих земель колена должны кормиться сами. Священники живут на определенных участках, вокруг святилища. Еще там некое пространство, которое должно обрабатываться, и произведения должны кормить работающих в городе. Понимаете, здесь изображается некоторая социально-экономическая конструкция. Она, вероятно, не слишком реалистичная. И трудно сказать, пытались ли потомки Изякиль и его современников реализовать всерьез эту картину в политико-экономической структуре. Ну, потому что никакими князьями ни Зарававель, ни последующие правители не были. Все были назначенцами персидскими по преимуществу. Сатрапами, губернаторами, которые ставили персидские цари, и которые должны были подчиняться законам персидской империи, ну, или потом других империй. Одним словом, речь, собственно, не о реалистичности этой картины, о каких-то идеях, которые вложены в нее, идеях, если хотите, не религиозных, а именно, ну, в общем, социальных идеях. И насколько можно судить, здесь идея какой-то такой социально-экономической жизни, где никто не посягает на чужое. Вот что, вероятно, Изякиль и его современников пугало и тревожило больше всего. Это то, что в предыдущие столетия все, у кого было хоть чуть-чуть силы, отнимали землю и уничтожали, и грабили тех, кто был слабее. И, видимо, вот эта система жизни по понятиям беспредельного произвола, которая была характерна для израильского общества в предыдущие, там, одно, может быть, два столетия, она до такой степени впечатлила израильтян, что находит отражение вот в этой картине, где у каждого есть свое место определенное, и никто не лишен этого места, никто не оказывается лишним и ненужным, но в то же время и нет возможности отнимать, занимать, чужое изгонять. В том числе и удел князя тоже должен быть строго ограничен и строго определен. И сам город, границы этого города тоже должны быть определены. Ну, по факту, конечно, в жизни много чего меняется, и невозможно, просто технически невозможно реально это создать, подобного рода система. Но сам принцип защищенности от насилия, на самом деле, чрезвычайно важен. Именно поэтому заканчивается вся книга и эта глава тем, что и этот город, город Господень, город Иерусалим, вот он посреди той земли, где у каждого есть место, и каждый живет в безопасности от другого. И вот это и называется местом пребывания Бога. Имя городу тому с того дня будет Господь там.